приветствую всех присутствующих спасибо что пришли ну чтобы сразу внести ясность скажу что это нестандартный подход я не думаю что большая часть современной теоретической физики имеет смысл я не думаю что стандартная модель имеет большой смысл главным образом потому что она слишком сложна и как сказал король альфонсо пару сотен лет назад если бы господь всемогущий спросил меня прежде чем приступить к творению я бы порекомендовал что-нибудь попроще так что по сути как я уже говорил в других местах я думаю нам нужно вернуться к 1930 году возможно к философскому подходу физиков того времени я просто хотел бы напомнить что такие люди как Эйнштейн неоднократно говорили что я не могу представить разумную теорию содержащую произвольные числа и сегодня у нас есть сотни и десятки чисел в стандартной модели так что это альтернативный подход основанный на фундаментальной физике возникают вопросы почему вообще существует такая специфическая структура электродинамики и это тесно связано с вопросом почему пространство-время трехмерно плюс одно измерение и существуют ли математические структуры которые могут это представить которые могут объяснить это исходя из первого принципа все в порядке итак если вы посмотрите на историю математики то увидите очень интересное событие в 1843 году знаменитый ирландский математик Уильям Гамильтон открыл четырехмерную алгебру вопрос заключался в том можем ли мы определить разумное умножение в трех измерениях так как оно было определено в двух измерениях комплексными числами и ответ был отрицательным вам нужны четыре измерения и в 1843 году у него было прекрасное озарение в котором он изобрел эти кватернионы и сегодня я рассматриваю единичные кватернионы это означает трехмерное многообразие которое было бы эквивалентно единичным комплексным числам которые являются одномерными почему комплексные числа как таковые являются двумерными итак мы рассматриваем трехмерное многообразие и почему это так интересно потому что это проявляется в нескольких контекстах вы можете рассматривать это как трехмерную сферу а также как вращение в двух сложных измерениях как мы покажем это означает двойное покрытие обычных вращений в трехмерном пространстве ну что же это больше для математиков вибрация прыжка очень интересная особенность и именно гипотеза Пуанкаре была доказана Перельманом который сказал что С3 это единственное просто соединенное трехмерное многообразие и это так сказать половина С4 которая является шестимерной это интересно что именно ну что же о методах которые я хотел бы здесь упомянуть речь пойдет в очень краткой форме я не могу сделать много выводов или даже доказательств и эта теория еще не находится в надлежащем состоянии я попытаюсь визуализировать умножение на единичный квотернион и покажу что оно имеет аналогичную структуру которая напоминает нам об электродинамике все это конечно интуитивный подход и всего лишь первая идея так что же означает стереографическая проекция все знакомы со стереографической проекцией в двух измерениях одна половина этой сферы проецируется на внутреннюю часть единичного круга а другая половина на внешнюю часть единичного круга аналогичным образом это работает в трех измерениях таким образом мы можем спроецировать их как трехмерную единичную сферу на обычное евклидово пространство в трех измерениях и я воспользуюсь видеозаписями Benita это замечательный веб-сайт с интерактивными видеороликами и вы можете создавать свои собственные анимации это очень хороший сайт который я от всей души рекомендую ну что же я пытаюсь воспроизводить свои видео здесь я надеюсь что это будет более или менее заметно может быть вы сможете дать мне обратную связь мы просто визуализируем здесь двумерную стереографическую проекцию все в порядке а теперь мы приступим к этому на этом я должен остановиться и перейти к трехмерному изображению обычно у нас здесь есть три комплексных измерения i, j и k и эти комплексные единицы проецируются на обычные единицы x, y и z в декартовом пространстве в то время как единица проецируется на начало координат в этой проекции и еще раз небольшая визуализация здесь вы можете передвигаться, а теперь можете вставлять круги один из этих кругов в котором есть реальное измерение выглядит как прямая линия в то время как другие круги в комплексных измерениях являются реальными окружностями а затем у вас есть сферы и вы можете визуализировать эти стереографические проекции и S3 в очень приятной манере я продолжаю и вот перед нами следующая анимация да еще раз хорошо, теперь становится по-настоящему интересно то, что я здесь делаю, это применяю умножение влево и вправо я должен добавить, что это больше не коммутативно умножение влево выполняет нечто иное, чем умножение вправо но мы можем очень красиво это представить я показываю вам первое видео с умножением влево и вы видите здесь в верхнем левом углу соответствующий единичный кватернион я начинаю с единицы измерения кватерниона а теперь если я произведу умножение в направлении i, то как вы видите я сдвину зеленую линию влево а теперь я тяну за нее и круг вращается против часовой стрелки наоборот я снова нажимаю на зеленую линию и круг вращается по часовой стрелке таким образом мы имеем дело с ощущением винта а теперь взгляните на разницу если я произведу такое же умножение с тем же числом, но с правой стороны, я нажму на зеленую линию, но в то же время круг будет вращаться против часовой стрелки а если я продолжу умножение в этих двух измерениях, круг повернется в другую сторону то, что вы видите здесь, это ощущение винта и если бы у меня была камера, я бы просто принес сюда полотенце а что вы можете сделать с полотенцем, так это отжать его от воды, вращая его правой или левой рукой итак у нас здесь происходит нечто очень фундаментальное я имею в виду просто математическое размышление над вопросом, существует ли разумное умножение в итоге мы получаем качественное свойство, аналогичное свойству комплексных чисел я напоминаю вам, что комплексные числа это умножение в двух измерениях, но здесь естественным образом происходит вращение хорошо, таким образом единичные комплексные числа действительно вращают R3, но единичные квотернионы делают гораздо больше в обычном трехмерном пространстве они придают всему многообразию что-то вроде винтовой формы или спиральности и это я думаю очень интересное наблюдение, потому что винтовая форма и спиральность это именно то, что мы наблюдаем в физике элементарных частиц у нас есть позитроны и электроны и доказано, что эти частицы обладают спиральностью в 1957 году была присуждена Нобелевская премия на самом деле открытия и эксперимент были сделаны этой дамой и оба парня получили Нобелевскую премию иногда именно так работает Бёркша в области физики и да, но это в общем-то очень интересно, потому что это может означать, что умножение левой или правой руки каким-то образом связано с электрическим зарядом а теперь мы рассмотрим общие методы умножения и во-первых я покажу, что применяя левостороннее и правостороннее умножение с сопряженным комплексно-сопряженным я могу генерировать чистые вращения хорошо, обратите внимание, что я умножаю с правой стороны с помощью комплексно-сопряженного это непроизвольное число, но в этой системе оно может выполнять любое вращение хорошо, и так мы все еще находимся в трехмерном многообразии, так сказать, потому что, как только число фиксировано, комплексное сопряжение фиксировано но как же общее умножение? я должен перейти к следующему слайду, но видео возвращается, извините ну что же, это конечно хорошо известные формулы вращения в трех измерениях существуют даже компьютерные приложения, позволяющие очень удобно выполнять трехмерные вращения с помощью единичных квотернионов но если мы перейдем к общему умножению, то получим шестимерное многообразие и снова первая секунда это чистое вращение вы все еще видите сопряженный комплекс, хотя все это жесткое вращение, но теперь я убираю ограничения и у меня получается общее умножение слева и справа это означает, что у меня есть шесть свободных параметров, и я могу прекрасно визуализировать с помощью этого инструмента шестимерное многообразие потому что у меня есть три измерения слева и три справа от источника света давайте добавим сферу, просто чтобы показать несколько красивых картинок посмотрите, как эта сфера трансформируется, иногда превращается в плоскость если я произведу умножение на два числа π и все в порядке как я уже сказал, все это можно очень хорошо визуализировать но самое интересное здесь то, что на самом деле выполнение умножения вправо и влево с помощью этих единичных квотернионов сопряжено с определенными трудностями да, хорошо, мы здесь на следующем слайде это соответствует изоклиническому разложению вращения единиц измерения в четырех измерениях и это конечно да, это конечно уже напоминает нам об электродинамике потому что у нас есть шесть измерений электрических и магнитных полей но прежде я приведу еще один небольшой пример того, как реализовать чистые сдвиги, чистые вращения которые я могу реализовать с помощью умножения сопряженного комплексно-сопряженного но если я умножу на то же число, которое вы видите здесь, я реализую чистый сдвиг, компенсируя вращение таким образом можно предположить, что возможно электрические поля могут быть связаны с чистыми вращениями, а магнитные поля могут быть связаны с этими сдвигами в обоих случаях у нас есть шесть измерений ну что же, я добавлю еще одно это конечно очень интуитивно понятно и может показаться очень расклывчато но если вы подумаете о первом принципе и о том, как объяснить саму структуру и происхождение электродинамики я думаю, что это хорошая идея и это также связано с теориями эфира и в частности с электродинамикой, которая в 1839 году сделала эфир нежимаемым и я не буду вдаваться здесь в подробности это была бы подходящая статья конечно, есть много проблем и пара вопросов, которые могут возникнуть как я могу представить себе сложение векторов, что было бы обычной формулировкой электродинамики, сложение векторов, но здесь мы имеем дело с другой вещью у вас есть только умножение, и это может привести к некоторой нелинейности нам придется перейти к умножению кватернеонов тогда вместо производных нам придется рассматривать алгебры, потому что S3 это группа ли или единичные кватернеоны так что конечно вопросов больше, чем ответов умножение влево и вправо, могут ли эти умножения быть связаны с зарядом? таким образом, 4 связаны с электромагнитным полем, вероятно с электрическим полем в виде чистого вращения, а магнитное поле в виде чистого сдвига как бы вы правильно определили дифференциальный оператор? может ли кватернеонное умножение элементов близких к единице выглядеть как векторное сложение? что произойдет, если у вас будет просто групповое умножение, но не сложение? все это конечно нерешенные вопросы но все это является частью более общего подхода как я уже сказал, нам нужно вернуться в 1930 год, возможно не все с этим согласны но в 1930 году мы достигли своего рода пика понимания физики простоты у нас было минимальное количество физических констант а если мы подвергнем сомнению само происхождение этих оставшихся физических констант то почему в конце концов существует С почему в конце концов существует постоянная планка? для этого нет никаких априорных причин и в другом месте я утверждал, что для объяснения самого существования мы должны поставить под сомнение саму концепцию пространства и времени потому что из первого принципа не вытекает что пространство-время это проявляется таким своеобразным образом что у нас должно быть математическое объяснение совершенно иной феноменологии пространства и времени и еще потому что эти понятия наиболее легко доступны человеческому восприятию но тогда пространство и время могут быть неуместны при описании физики на фундаментальном уровне таким образом эти идеи об электродинамике являются побочным эффектом тех более общих соображений о математической реальности, пространстве-времени и фундаментальных константах которые у меня есть да, все еще есть есть ли у меня еще время? я убегаю я скоро заканчиваю не могли бы вы помочь мне? мне нужно мне нужно заверните я встала потому что я я увеличу скорость хорошо, у меня много нерешенных вопросов альтернативы реальности, просто чтобы дать ссылку на другие выступления, которые я проводил на математических конференциях по этому вопросу это связано с проблемами современной физики а это статья о константах и простоте, лежащих в основе аргументации естественных констант а это связанная с ней более старая статья в журнале «Эйнолиндерфисик», а это книга о математической реальности и ладно, на этом я остановлюсь и буду рад любым вопросам Большое вам спасибо да, спасибо за прекрасные беседы и другие вопросы я имею в виду, что у меня есть несколько вопросов, если можно, просто для того, чтобы прояснить их для себя я имею в виду, я имею в виду, не могли бы вы объяснить, я имею в виду, что я понял, что по сути вы переписываете теорию электромагнетизма Максвелла в терминах протонно-неоновых переменных, потому что вы можете рассматривать поля E и B, как некоторые представления числа СОУ-4 и так далее и это безусловно то, что разумно делать, но я не вижу, как это добавляет какую-либо новую физику к максимальным теориям и так, мой вопрос заключается в следующем не могли бы вы прокомментировать этот комментарий и объяснить, откуда берутся эти естественные константы и другая простота в вашем подходе хорошо, так что по сути ваш вопрос состоит из двух частей ну что же, первый Максвелл сам написал свою электродинамику в квотернионной форме, которая не очень хорошо известна однако, ваш вопрос, что это меняет? конечно, это что-то очень глубокое, что могло бы измениться, потому что если электрические и магнитные поля не являются должным образом описанными векторами так сказать, у вас есть забыть обо всем векторном анализе и описать его с помощью другой математики, которая представляет собой умножение квотернионов таким образом вы могли бы вести нелинейности, некоторые крошечные эффекты, которые действительно привели бы к новым предсказаниям потому что в этом случае принцип суперпозиции был бы нарушен очень незначительным образом и второй вопрос, как это соотносится с физическим контекстом, что же это большой вопрос? это большая область, которую нужно охватить как я уже сказал, если вы обратитесь к фундаментальной физике и взглянете на нее с той точки зрения, что вам нужно объяснить фундаментальные константы скажем так, современную физику это не волнует но у людей, живших примерно в 1920 году, сложилось впечатление, и они были убеждены, что вы должны объяснить все эти цифры и если вы доведете эти мысли до конца, то в конечном итоге столкнетесь, так сказать, с такого рода вопросами да, хорошо, я понимаю, и есть еще один вопрос, так что возможно нам стоит его задать да, только один короткий вопрос так вы знаете, что есть замечательная книга Адлера о квадронионной квантовой механике и квантовых полях так что если вы позволите мне поделиться этим экраном, я смогу это сделать это Адлер хорошо, я могу это сделать да, остановитесь здесь но я уже обратил на это внимание это Адлер да, я имею в виду это и есть та самая книга так вот, я имею в виду, что квадронионы это очень интересная вещь потому что они содержат, так сказать, как электрические поля, так и математику электромагнитных полей а также они также связаны они содержат комплексные числа, так что вы можете связать их с квантовой механикой таким образом существует множество подходов, так сказать, к фундаментальной физике это не обязательно так это не обязательно ну, например все крутится вокруг да около например, вся физика вращения наполовину состоит из полуцелых представлений группы вращений, что эквивалентно нейронам паттернам да, я имею в виду, я не уверен, что согласен со всем этим но это был один из моих главных аргументов в пользу того, что у нас есть для этого мы должны дать объяснение первому принципу вращения все в порядке что это такое? я имею в виду, что вращение возникает очень естественно, если вы просто осознаете, что S3, единичные квадронионы, это двойное покрытие обычного трехмерного вращения это обычная теория типа Дирака, о которой мы все знаем я не уверен, что вы все в курсе, но если вам интересно, так что я надеюсь, что это будет плодотворно хорошо хорошо, но у вас впереди много дискуссий, и я думаю, что со временем нам, вероятно, следует двигаться дальше так что еще раз большое вам спасибо за вашу замечательную презентацию огромное вам спасибо хорошо, спасибо вам всем и до свидания спасибо 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 спасибо